А в дошкольных учреждениях Чебоксар продолжает развиваться новое направление. Создаются комплексы интерактивного оборудования для детей с ограниченными возможностями. Что это такое и каким образом действует, узнавали мои коллеги. У малышей детского сада номер 7 появился новый друг, робот Лунтик. С его помощью дети с ограниченными возможностями могут играть, проходить обучение, узнавать что-то новое. В общем, вести активный образ жизни. Этот робот российского производства появился в созвездии совсем недавно. И подобных умных машин нет ни в одном дошкольном учреждении не только Чебоши, но и соседних регионов. Вадим Соколов с помощью Лунтика нашел нового друга, девочку Дашу. Я играю каждый день с Дашей в разные игрушки. Каждый день к нам приходит Лунтик. И мы с ним играем, общаемся. А когда я болел, он приходил ко мне в гости. И я играл с друзьями в детском саду. Сотворить картину из песка могут все дошколята. Для этого стала работать комната песочной терапии. С помощью такой методики ребята развивают мелкую моторику рук, мануальные навыки, что важно для маломобильных детей. В бассейне детского сада установили и специальный подъемник. Теперь малышам будет гораздо проще учиться плавать. У Марии Мировой в этот детский сад ходит второй ребенок. В созвездии есть интерактивные помощники. Сенсорный стол и доска, где малыши могут обучаться, играя. С помощью ликотеки удалось решить проблему речевого развития. Это очень необычно, увлекательно, развивает очень ребенка. Ребенок увлечен в процесс развития. Также интересно не только ребенку, но и взрослому. Очень помогает, способствует таким деткам. Пока еще детские сады не вошли в федеральную программу «Доступная среда». Но дошкольные учреждения своими силами обеспечивают комфортные условия для детей с ограниченными возможностями здоровья. Включение садиков в проект – такого решения сейчас ждут от Госдумы. Должна быть преемственность детского сада и школы. Понятно, что мы сейчас создаем это на базе детских садов, все условия. И именно вот эта неразрывная цепочка, она должна быть. Потому что смысл тогда того, что ребенок получил в детском саду, он адаптирован, он готов. И когда это прерывается, цепочка в школе, это уже неправильно. Диагноз, каким бы сложным он ни был, не повод лишать ребенка детства с присущими этому времени радостями жизни. Общаться со сверстниками, играть и учиться вместе с ними – то, о чем мечтают дети и их родители. И теперь такая возможность у них есть. Татьяна Леонтьева, Александр Петров, Республика. Редактор субтитров А.Семкин